Я не из тех, кто всё знает и кто уверен. У меня в рюкзаке постоянно живут сомнения, хорошо живут. Они – моя зона комфорта. Стихотворение нужно прочитать в весёлой и грустной манере. На видео конкурсанты должны были показать свои навыки актёрского, вокального и танцевального мастерства. Хронометраж не дольше пяти минут. Таким было задание первого этапа конкурсного отбора участников иммерсивного музыкального театрализованного представления новогодний мюзикл РДШ. Отобрали 10 человек, и у них была онлайн-встреча в Zoom с важными людьми. То есть там сидел Игорь Матвиенко, Ирина Плещёва, Елена Кейпер. И у нас была творческая беседа, они задавали нам вопросы, смотрели нашу заявку. Третий этап уже отобрали порядка 80 детей, и мы уже начинаем работать над нашим мюзиклом. Проект организует РДШ совместно с Национальным чемпионатом творческих компетенций «Артмастерс» и продюсерским центром Игоря Матвиенко. Новогодний мюзикл создадут по мотивам легендарных произведений «Сказка о потерянном времени», «Электроник» и других, главная идея у которых – упущенное время. Сейчас это брали, нам скидывают песни, которые надо учить, танцы показывают, которые тоже надо учить. Нам уже прислали сценарий, спектакль, мы его читаем. Главное, уже ролью они учат свой текст. И вот 8 декабря мы все встретимся в Москве и будем уже репетировать полным составом очно. Ксения Занина покорила жюри сразу двух конкурсов. Воспитанница ДШИ стала лауреатом фестиваля «Единство» в Нижнем Новгороде. Девочка выступала с авторской песней выпускницы ДШИ Валентины Кочкиной «Мы вместе». В первом туре проекта «Первый шаг» финалистов определяли только лишь по голосу. На суд жюри Ксения представила аудиозапись своего выступления. Научно мне тоже хорошо выступило, меня тоже взяли. И сейчас я с наставником готовлюсь к финалу, который будет проходить в виде гала-концерта в Нижнем Новгороде. 12 декабря в суперфинале проекта Ксения будет бороться за денежный грант.